итак и всем привет друзья с вами странник и сейчас мы поиграем в игру это такой ну я не знаю хоррор сильный такой я пикселя обожаю пригласить приглушите свет и наденьте наушники а ну нафиг свет я не буду убирать упс так 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 все продолжим после всего что я видел после всего что я на тело я и иду стезио из которой не свернуть со мной кончено надеюсь однажды ты простишь меня ну и чё А, искренний твой, Энтони Бичуэрт. Тут им чё-то наушники нихрены. Ну, вернее, пашут, но... Немножко не то, щас. Уно моменту. И все динамики включу. Власт, да. Щас. Уно. Уно моменту. И так. По умолчанию. А, все равно пушка. Ммм. Давайте пропустим. Октябрь 1891 года. Такая музычка успокаивающая, ребята. The fuck? Вот и все, что написал мне старый добрый друг Энтони Бичуэрт. Уже много лет я не слышал этой фразы. Она была девизом тайному кружку любителей философии и наук. Когда мы учились в пансионе в шотландской глуши. От той поры остались лишь детские воспоминания. Но смысл необычного послания был не ясен. Случилось нечто страшное, что должно остаться в строжайшем секрете. Я был обязан узнать, в чём дело. Так, тем же утром я сел на первый поезд до местечка в Суссексе. Открылся письмо. И вот она, семейный обитель Энтони. Особняк Бичуэртов. Блин, музыка красиво сделана вообще. Глава 1. Письмо. Глава 1, верно. Понять. Нам пришло это письмо. Короче, мы идём навестить этого друга. А, забыл. Вот и не мы. Давайте пойдём туда. Странно, кругом безмолвие, словно в доме никто не живёт. Что же с Энтони? Нужно его найти. Так, разделись. Что это? Письмо? Наставлю келописка. Уважаемый мистер Бичуэрт. Бичуэрт. Последние события сделали наше пребывание здесь невыносимым. Очень жаль, но у нас нет иного выбора, как уехать. Годы на вашей службе мы всегда будем помнить с благодарностью. Храни вас Бог, мистер и миссис Бройер. Ну-ка. А, это наверх. Нет. На портрете Энтони выглядит старше, чем я ожидал. И к ней на польных часов разгоняет тишину. Ну, ну, чё так долго-то? В буфете стаканы, пару хрустальных графиновых до коробки спичек. Мне пригодятся только спички. Ржавый граммофон. Не хватает пластинка. Похоже, камень давно не чистили. От распахнутого окна и веет сумеречным холодом. Пойдём туда. А, это тоже окно. Я думал, там какая-то рука, что можно открыть. Эта картина перекошена. Ну да, в принципе, выглядит так как-то странно. Ух ты. Старые чёрки с деревянным распятием. Возьмём. Мало ли. Рама не выдержала падения. Пейзаж. Так, ну-ка. Что тут? Пятое марта 1891 года. Ну, первого года. Хозяин велел сбыть с рук нашей цвятыни. Какая муха его укусила? По счастью, я нашла где спрятать чётки. Ээээ... Негоже без них молиться ни дня. 18 мая 1891 года. Хозяин святовал на Альфе. Чем этот кот мог провиниться? Нам запрещено пускать его в дом, но не стану же я морить его голодом. Альфи такой умный котик. Он приходит за едой всякий раз, как я открою оконцы. Мне тревожно за мистера Бичуарта. Он всё меньше похож на себя. 15 сентября 1891 года. Мистер Бичуарт сутками напролёт у себя в кабинете за замком. Распорядился ставить еду у двери, но почти ничего не ест. Места себе не нахожу. Угу. Вот так вот, да. Из таких мисок обыкновенно кормят животных. В этой пусто. В этой пусто. В ящиках ничего полезного. Старая рама скальзывает вниз. Надо привязать её каким-нибудь норком. Может быть чётками? Да. Ух ты. Чётки не дадут окну закрыться. Окей. Я починил окно. Хе-хе. Не ты, а я. Стар в горшке, как из травы в жизни в доме. Тарелки для кастрюли. Ну давайте позерим ещё чё-нибудь. О. Кухня. Тряпица лежит в кухонной печи. Тряпка. Тарелка с неслежими объедками. Тарелки для кастрюли. Здесь много продуктов для стряпни. Я отпер дверь. Старая ворон пирует над чем-то. Просто мусор. К этим злым каргам лучше не подходить. Хе-хе. Ладно, пошли туда. Теперь, я думаю, мы сможем наверх подняться, так как у нас есть лампа. Да. Не открывается. Запер, то, блин. Ой. Видимо, часть картин отсюда сняли. Ох. Дверной проём накрепко заколочен досками. Блин, мне страшно. Ладно, что, голыми руками досок не вырвешь. Пошли туда. Позовем, что там. Блин, ещё соседи. Серебряный ключ, давайте возьмём. Двуспальная кровать. Двуспальная кровать. Никто не спал здесь многие дни. Семейные фотокарточки. Видно, камин давно не зажигали. Блакон за дверью уходит к соседней комнате. Защелка не двигается. Можно протолкнуть её каким-нибудь тонким предметом. Пошли тогда отсюда, надо тут делать ничего. Я так понимаю. Кхм. Заперто на ключ. Не подойдёт? Ну, не подойдёт. Ну-ка. Не подходит? Нет. Ну, тогда пойдём дальше. На двери висит замок. Пластинка. Я знаю, куда она должна подойти. Так очевидно. Кладка дров. Железный дергач. Вот давайте возьмём. Правой котёл уже давно стоит без дела. Пошли отсюда. А тут такие жуткие звуки. Пластинка. Я положил пластинку на граммофон. Фу. Какая-то поломка, не могу его остановить. Фак. Музыка вдруг оборвалась. Ух ты ж, ё-моё. Фак. 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 Эй. Побежали отсюда. Не, вон туда. А, это ж они, наверное, с улицы, да? Да. Вороной вдыхает лужицы крови. Это не её, что ли, клевали? Блин, жалко тебе. Ф. Фу, какие звуки. Фак. Давай. Ээээ. Меня противные это слышат. Сюда, может быть. У меня вот сразу идейка появилась, как только... Ворона. Ворона теперь в миске, это понятно. Возможно. Потом будет. О май гад. Куда пропала ворона? Слышу, будто кошка где-то меучит. Коровый след ведёт от миски к правильнике в стене. Нет. Милки, мне кажется, громче. Котик, ты здесь, что ли? А, то есть вы хотите сказать, что он вообще вот там, да? Думаю, кошка кричит со стеной. Окей. Пошли отсюда. Тише котик. Скоро откроем. Надеюсь. Атмосферно. Я скажу. Шторы задёрнуты. Ага. О боже мой. Господи, что здесь произошло? На стенах надпись кровью «Оставьте меня, кто мог это сделать?» Минуя Энтони всё в кабинете. Я слышу его шёпот, злобный, пугающий и особо по ночам. На меднии слухи ушли от нас. Без их поддержки и заботы я погибну. Даже врач не приедет ко мне после той ссоры с Энтони. Мой муж вылетел себе жуткую способность ломать уволю других. Не мысль, что мне делать. Сила покинула меня. Ах, когда бы я могла послать это письмо? Твоя подруга. Записка неровным подчерком. Не могу больше. Конец близок. Обрыв дневника. Я их взгляд ненавижу. Они наблюдают, осуждают, презирают меня. Считают, что я недостойный их дома. То они, если не прах и кости, лишь память. Оставьте меня. Я не звала вас. Оставьте меня в покое. Возможно, это мой последний шанс излить на бумаге свои мысли. Последние строки. Последний вздох. Я не знаю, какая темная сила превратила моего супруга в человека безрассудка. За чувство и теплой, и теплоты душевной. Я не знаю, какая тень мрачила нашу жизнь. Не знаю, какой пришелец поселился в наших сердцах. Не знаю, из какого он мира, но верно, не отсюда. Скорая встреча у моих братьев и сестер. Скоро воспарю над бездной сумасшествия и страха. Скоро перестану дрожать. О, заколочка упала. Шпидка. Ну, картина. Ну-ка, давайте с первой. На картине гордын-энтони с ценным трофеем, чучелом рысь. Там, где изображена голова зверя, краска лежит на условии. Угу. Так. Я думаю, стрим будет не слишком большой. Минут. Я не знаю, сколько. Зачелка не двигается. Давай, наверное, шпилькой. Да. Не далось я тамкнуть балконную дверь. Пошли. О, чучело рыси. Точно-точь, как на портрете с Энтони. Как-то какая-то смесь разлилась на полу. Банка полная растворительной жидкостью. Может быть, вот это нам нужно, чтобы краску снять. А. Здесь проводились химические опыты. Пара заметок от руки. Это чертова кошка. Еженночно кричит. Мне назло. Зубоскалит. Смеётся надо мной. Она знает мою тайну. Знает. Я не даю её всё испортить. Я заберу её жалкую жизнь. Иначе нельзя. Хотя, ослепить её так даже лучше. Ах, ты болтливый рейс. Ты никому не расскажешь. Нет. Простой молоток. Вырванные откуда-то страницы. Они меня боли не побо-боспокоят. Мне... Узыскательные взоры, шёпоты. Осталось ещё одно. И дело будет сделано. Что это? А, это дверь. В дверь открыт. Вот теперь. Я так понимаю, он на чердаке повесился. Но дверь как об... вечно закрытая, я думаю. И так. Тряпка с растворительной жидкостью. Тряпка растворилась и сошла, обнаружив исходную картину. На ней рысь разъединила пасть во скале и готова зарычать. А вот я думаю, я знаю, для чего чердак. Ну, это фу, чердак. Молоток. Нужен нам. Для того, чтобы разломать в подвале стенку. Погнали. Вообще, на хору не особо похоже. Самый такой... Случай, который меня напугал, это вот с воронами. Так, сейчас полюбить. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Эх, ладно. Я думал... Будет... Побыстрее... Ну, вернее, я смогу закончить... Трансляцию... Пораньше. Ну, вернее, подольше трансляция, чтобы... Ну, давай, разломай. Поверх сундука сидит черный кот. Да у него глаз нет. Черт подери, он мне чуть глаза не... Он и мне чуть глаза не высеропал. Я тут же скрылся во мраке. Блин, мне страшно стало. Сундук отворен. В нем лежит плащ темного цвета, маска и нож. Возьму только нож. Так, нож. Я думаю, кошка нам не понадобится больше. Блин, если честно, когда кошка напрыгнула на меня, у меня мурашки пробежались. Мураши. А ножиком смогу открыть, нет? Эх, жалко. Как же, блин, открыть-то? Нет, не туда. Нет. Дальше. Может быть, вот так? Я раскрую пастер на месте языка. Давай возьмем. Сюда. Да. Боже мой, нет, это не только не это. Анна, жена Энтони. Видно, то были лучшие времена. Зачем, Энтони? Хлавное тело моего любезного друга. Давай посмотрим, что у тебя есть. У него в кармане запечатанное письмо. Дорогой Джордж Дэвид. Или как я там. Если ты читаешь эти строки, значит, мой бездушный труп теперь висит перед тобой. Пишу тебе в минуту после последнего просветления. Нельзя передать, как я рад, что ты поспел вовремя. В письме позов тебя, давнего моего товарища, я нисколько не сомневался, что ты приедешь. Сегодня... Промедление стало бы концом света. Ну, всему. Я оказался вовлечен в череду ужасных событий. Причины бегут... Чё, причины бегут разумного внимания, но я сделался незнакомцем в своей семье. Да и сей... Я стал готов на кошмарные, невыразимые преступления. Не могу сказать точнее. Прошу, тотчас отправляйся в пансион, где мы заключили союз, где мы нарекли слова, что вовек охранят нас. Где все мы клялись честью среди своих. Это письмо не должно попасть чужие в руки, уничтожим немедленно. Жизнь всех членов нашего общества твоя также в большой опасности. Спеши. Уже... Они уже ждут тебя. Видеть значит верить. Не забывай, Дэвид. Остаюсь твой верный друг, Энтони Бичвард. Оооо. Мне стало страшно. Реально прям плохо. Итак, ладно. На этом я закончу эту трансляцию. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok.